Всем привет, меня зовут Боржан. Цивилизация человека развивалась за последние несколько тысячелетий и очень большой скачок произошел в результате того, что человек научился использовать определенные вещества, определенные материалы для своей жизнедеятельности. А именно, это мы говорим о полезных ископаемых. То есть, благодаря полезным ископаемым мы имеем большие запасы источников энергии и различные материалы, из которых мы можем производить очень различные продукты. Но, в результате того, что людей на нашей планете очень много, и, соответственно, добыча полезных ископаемых производится в огромных объемах. И это имеет негативный эффект на окружающую среду, о чем мы сегодня и как раз поговорим. Теперь, во-первых, у нас полезные ископаемые, где они находятся? Они находятся обычно под землей, то есть, имеется какая-то территория, и на этой территории в недрах земли имеется определенные залежи, например, угля, природного газа, нефти или каких-либо металлов. То есть, это может быть как на суше, так может быть под дном океана. Теперь, соответственно, человеку необходимо достать этот материал из-под земли или со дна океана, и он может проводить это разными путями. То есть, самый простой путь, например, как производится добыча угля или камня, или каких-то металлов, обычно это мы делаем открытую добычу. То есть, мы раскапываем верхние слои почвы, которые имеются над этими залежами, и постепенно выкапываем вот этот материал, это полезное ископаемое, которое нам нужно. То есть, такой тип называется открытая добыча, и это самый простой тип. Но, какие здесь последствия? Последствия того, что мы разрушаем какую-то определенную поверхность суши. То есть, это можно воспроизводить на суше. Соответственно, растения, животные и другие живые организмы, которые существовали на этой территории, то есть, эта экосистема, она полностью разрушена, и на ее месте появляется вот такой вот кратер, карьер, впоследствии которого, после того, как человек, например, завершил добычу этих материалов, там может образоваться новая экосистема, но это может занять очень много времени. То есть, мы нарушаем структуру окружающей среды. Другой тип добычи, то есть, мы можем использовать шахтовый тип, то есть, соответственно, мы можем делать тоннели, то есть, в слоях земли, и, соответственно, понемногу-понемногу добывать, разрабатывать эти залежи полезных ископаемых. Но, впоследствии с того, как мы уже добыли эти полезные ископаемые, соответственно, там остается пустое пространство, и это может привести к обвалам, то есть, поверхности этой территории, и, соответственно, плюс, минус того еще идет то, что в недрах земли, то есть, глубоко под землей имеются грунтовые воды, то есть, подземные воды чаще всего они бывают рядом с различными водоемами, и в результате шахтовой разработки мы можем, соответственно, эти грунтовые воды могут смещаться в результате образования этого пустого пространства, либо же материалы, которые мы добываем, они могут привести к загрязнению этих грунтовых вод, соответственно, может быть нарушена частота водных ресурсов, которые необходимы человеку, либо другим живым организмам. То есть, мы здесь уже говорим о одной проблеме, то есть, помимо того, что мы разрушаем территорию, это у нас загрязнение. То есть, это основная проблема, которая появляется в результате деятельности человека, промышленной, либо добычи каких-то определенных ресурсов. Теперь, загрязнение может быть как самими материалами, то есть, теми полезными ископаемыми, которые мы добываем, то есть, которые находятся в этих залежах, либо могут происходить в результате каких-то вторичных веществ, которые появляются в результате активности человека на данном, соответственно, месторождении. И здесь как раз можно привести пример. Многие из вас, например, смотрели в фильмах, или, может, видели по телевизору, что при разработке, при добыче нефти, часто всего на нефтяных вышках зажигают такие вот факелы. То есть, постоянно на нефтяной вышке часто горит какой-то определенный огонь. То есть, здесь сжигается природный газ, который является сопутствующим материалом, то есть, веществом, которое находится рядом с нефтью. То есть, этот газ добыть человек не может. То есть, для того, чтобы обеспечить добычу нефтью, он сжигает вот этот попутный газ. И вот такая вот проблема произошла, если мы вернемся к шахтовой разработке. В 1971 году на территории Туркминстана, нынешнего Туркминстана, то есть, в то времена это был Советский Союз, были найдены залежи природного газа. И когда люди попытались добыть этот газ, произошел обвал. И появился грозовый кратер, который называется Дарваза. И, соответственно, для того, чтобы этот газ, то есть, он в результате обвала теперь попадает в атмосферу, для того, чтобы он не заражал, не отравлял окружающую природу, его решили поджечь. И предполагали, что он будет гореть, ну, несколько дней, то есть, может, несколько месяцев. Но оказалось, что по нынешний день этот газ, который имелся там, в результате обвала, все еще горит. То есть, мы получили вот такой вот газовый кратер, который постоянно сжигает природный газ, находящийся в земле. Ну, кстати, это является туристическим местом. То есть, если вы будете в Туркместане, можете посетить. Другим примером технологических катастроф в результате утечки газа была еще Бахапольская катастрофа. То есть, это произошло в городе Бахаполь в Индии. Что произошло? То есть, там была определенная фабрика, которая производила пестициды, химические вещества, которые убивают насекомых. И в результате производства образовался сопутствующий материал, газ, который необходимо было сжигать. Но в результате утечки этого газа, то есть, из-за того, что произошел прорыв от определенной трубы, этот газ распространился по воздуху на окружающую территорию и принес вред примерно около полумиллиона человек. И некоторые люди даже погибли в результате отравления. То есть, соответственно, добыча, переработка и производство, то есть, работа с различными полезными ископаемыми, она может привести к различным вот таким технологическим катастрофам. То есть, мы здесь говорим о катастрофах, которые произошли в результате утечки газа, но, например, скажем, часто происходят катастрофы, это разлив нефти. И, например, скажем, самым ярким примером разлива нефти произошел на вышке в Мексиканском заливе, называется Deepwater Horizon, в 2010 году, то есть, в этом веке. Это у нас одна из самых больших техногенных катастроф. Примерно около 570 тысяч тонн нефти вылилась на, то есть, в воды Мексиканского залива. То есть, соответственно, эта нефть, она привела к загрязнению окружающей территории. Большинство рыб и различных животных и, соответственно, живых организмов, которые там обитали, они погибли в результате этой нефти. Другим негативным фактором, то есть, загрязнение, которое человек может привести в результате добычи полезных ископаемых, когда человек добывает радиоактивные ископаемые. То есть, соответственно, радиация, которая, то есть, радиоактивные материалы, которые захоронены естественным путем под недрами земли, когда человек их достает, соответственно, частично эти материалы, они остаются в отходах, которые появляются в результате добычи. И, соответственно, сами радиоактивные материалы, после того, как человек их отработал, они их тоже нужно куда-то захоронять. Соответственно, радиация, она негативно влияет на живые организмы и, в конечном итоге, вызывает смерть на клеточном уровне. То есть, говоря о радиации, мы уже дальше переходим к промышленным отходам. То есть, отходы, которые появляются в результате промышленной деятельности человека, то есть, в результате действий различных фабрик, заводов и тому подобное. И материалы, продукты, которые производит эта промышленность, она, соответственно, уже после того, как простой человек использовал, эти материалы, они никуда не деваются и они уже становятся бытовыми отходами. То есть, это уже другая проблема загрязнения, то есть, бытовые отходы. И бытовые отходы, они образуются в большом количестве, различные материалы. Часть из них человек может переработать. И даже если мы говорим о появлении отходов, то есть методы промышленности, когда в ходе процесса создается минимальное количество отходов. То есть, человек, в принципе, в результате развития технологии может создать условия, когда количество отходов, которые он создает, они минимальны. Но все равно уже в результате действий человека за последние несколько веков отходы уже появились и с ними нужно разбираться. И имеются различные пути. То есть, мы можем часть сортировать и перерабатывать. Можем использовать даже живые организмы. Например, имеются определенные микроорганизмы, бактерии, которые могут перерабатывать различные отходы. То есть, ту же самую нефть, либо различные металлы, или даже появились новые штаммы бактерий, которые могут съедать пластик. То есть, в принципе, в будущем появятся различные методики, которые позволят в большом количестве, в больших объемах разобраться со свалкой, которую устроил человек на нашей планете. Но, конечно, лучше для того, чтобы не увеличивать количество отходов, во-первых, снизить количество отходов, которые мы производим, либо же переключиться на различные экологические материалы. То есть, материалы, которые разлагаются в окружающей среде очень быстро. То есть, это природные материалы, в основном сделаны из бумаги, дерева и тому подобное. Но, для того, чтобы, соответственно, вот это загрязнение негативно не влияло на население, то есть, обитающее на определенной территории, то есть, население человека, на государственном уровне и на глобальном уровне, в результате активности различных экологических агентств, были разработаны специальные нормы. Нормы ПДК. То есть, что означает ПДК? ПДК означает, это предельно допустимая концентрация. То есть, в результате деятельности человека, когда мы сжигаем что-то, в результате деятельности промышленности, различные загрязняющие вещества, они попадают в окружающую среду. Тот же самый, в атмосферу попадает большое количество углекислого газа, диоксида, азота и тому подобное. И, соответственно, для того, чтобы не навредить здоровью населения, уровень загрязнения не должен превышать этих норм. То есть, эти нормы, они обозначены на таком уровне, что наличие этих загрязняющих веществ в окружающей среде, оно негативно не влияет на здоровье человека. То есть, если мы подведем итог, деятельность человека, она сильно зависит от использования полезных ископаемых. Но в результате их использования, в результате добычи, переработки и отходов, которые появляются, они очень негативно влияют на окружающую среду. Окружающая среда, живая природа – это наш дом. Не только для нас, но и для всех живых организмов. И каждый человек должен внести определенный вклад в защиту окружающей среды. То есть, пытайтесь использовать экологические материалы, пытайтесь снизить количество отходов и по возможности сортируйте мусор для того, чтобы его потом сдавать на переработку. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok